Девушки отдыхают В линялой рубашке, как какой-то голодранец. Давай, иди переодевайся. Послушай, за все приходится платить тебе. Мои деньги достались этому самозванцу. Ты мой сын. И для меня большая радость, если я могу тебе чем-то помочь. А я скажу Янису, чтобы он перевел тебе деньги на карточку на личные расходы. Передай спасибо Янису. Хоть вы понимаете, как мне сейчас хреново. Мы твои самые близкие люди, и ты всегда можешь на нас рассчитывать. Давай, переодевайся. И что это такое? Это? Элемент декора. Вы же взрослый человек, а ведете себя, как школьник. За чего обижаете мою маму? А за тем, что сует нос не в свое дело. Я заботюсь об этом саде 10 лет. Я знаю каждую травинку, каждый камешек. Это моя территория. Я не собираюсь сюда кого-либо пускать. Поймите, мама такой человек. Она не может сидеть, сложа руки. И потом ей полезно двигаться. Легкие нагрузки. А при чем здесь сад? Пускай тогда варежки вяжет экибану, а насчет легких нагрузок он пускай по саду бегает трусцой. В общем, так. Я не хочу с вами ссориться. И поэтому иду на компромисс. Я поднимаю вам зарплату на 10 процентов, а вы закрываете глаза на мамины художество в вашем саду. Хорошо. Ну, я ей выделю отдельный участок для ее художеств. Отлично. Тем более, что сад большой и ваши амбиции не пострадают. Договорились? Так точно. Да. Это Алексей Громов. Слушаю, Алексей Михайлович. Я нашел кандидата на должность личного помощника. Позвоните Валентине Тихоновой и скажите, что она принята на работу. Хорошо. Я все устрою. Спасибо. 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 Никак не привыкну. Спасибо. 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 Ну, я уже не понимаю, мое это желание было. Или отца с Николаем. Ну, если тебя так это не устраивает, откажись от женитьбы. Иди работай. Всем привет. Приятного аппетита. Спасибо. 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 Чувствую, это будет очередной провал. Ты про собеседование? Ну, да. Сказали, что перезвонят. Сколько раз я уже слышала эту фразу. Хватит паниковать. Всего-то пара дней прошло. Ой, Наташа, подай, пожалуйста. Алло. Добрый день, Валентина. Я из отдела кадров компании «Альтаир». Добрый день. Хочу вам сообщить, что мы сделали свой выбор в вашу пользу. И со следующей недели вы можете приступать к своим обязанностям. Я очень рада. Спасибо. Да, я вышлю вам на почту список документов, необходимых для трудоустройства. Хорошо. Жду. Отлично. До встречи. До свидания. Меня взяли. Ура! Видишь, моя маскировка под синий человек сработала. Значит, этой компании нужен именно профессионал. Да! ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Здорово, Паша. Да, привет, Серый. Не хочешь со мной прошвырнуться? Потом можно поехать в караоке потусить. Братан, к сожалению, я на нуле. Ну, мне мама обещала переслать деньги, но пока не капнули. Вот. Еще с Сонькой надо встретиться. Короче, давай в другой раз, да? Я понял. Ну, хорошо, давай, передумаешь, звони. Окей. Ну, а как с выбором личного помощника? Нашел кого? Да, нашел. Серьезно? Фотография есть? Есть в резюме на сайте. Ну, покажи. Сейчас. Вот. Вот, смотри. Леха, зачем тебе такая серость, а? Ну, мне вообще-то хороший специалист нужен. Ты резюме почитай. Да я даже читать не хочу. Я думал, ты себе найдешь что-нибудь такое. Особенное. Ну, вот, например. Тону тебя. А? Ой, хороших женщин полным-полно. А вот хорошего специалиста найти надо. Не знаю, не знаю. Что-то я рядом с тобой пока не замечаю особо женского повода. Всему свое время. Ну, а с Олесей как? Так и не общаетесь? Нет. Зачем? Знаешь, я никогда бы не мог подумать, что... Мне будет так тяжело казаться. Только с тобой не стремиться лучше. Только с тобой я могу быть собой. Не хочу тебя. Может, поехали к тебе? Поехали. Что случилось? Да иди к тебе. Все, ты где? Да иди к тебе! Что случилось? Не подожди, ты очень тихо, и страшно. Видела она меня тогда? Или не разглядел? Если видела, то почему сегодня не узнала? Хотя, может быть, я узнала, но не пытала виды. Почему? Доброе утро мой принц. Угу. Какой же я принц. Я голый король. Угу. Ты меня любишь? Угу. Я тебе уже говорил, ты не помню, сто раз говорил. Ну, я хочу еще раз услышать. Конечно, люблю. Ты правда хочешь на меня жениться? Что за допрос с самого утра? Да. Да. Я хочу на тебя жениться. Да, я тебя люблю. Но сейчас я хочу пить. Очень хочу. В холодильнике есть. Сок. И у меня ралка. Тихо, только не шуми так. А то нас папа убьет. Тихо. Эх, Миша, Миша. Стоять! Дядя Коль, вы чего? Мы ж скоро родственниками станем. Молчать! А то пристрелю, как собаку. Без отца совсем распаятился. В моем доме бесстыдством заниматься. Так у нас же свадьба через неделю, дядя Коль. Молодежь, молодежь. Никакого уважения к старшим. У нас любовь, Соня, дядя Коль. Но вы же сами молодым были. Понимаете все. Да понимать-то я понимаю. Но был бы на твоем месте кто-то другой. Честное слово. Пристрелил бы к чертовой матери. Ты куда крался-то? За водичкой. За водичкой. Ну иди, пей жених. Водички для тебя не жалко. Ну все, я побежал, уже опаздываю на работу. Подожди, я провожу тебя. Давай. Да, кстати, Янис, не забудь, пожалуйста, положить деньги сыну на карточку. Ну да, конечно. Слушай, я не представляю, что сейчас чувствует Сергей. Был готов окунуться в огромное наследство и остался без копейки. Откуда взялся этот Громов? Я думаю, Миша только недавно о нем узнал. Иначе бы он не смог так долго скрывать эту тайну. Ну, кто знает. Мог и скрывать. Ты же, например, про Ольгу недавно узнал? Не надо бы напоминать мне об этом. С другой стороны, он бы давно этого Алексея к бизнесу привлек. Не так внезапно. Да. Вот именно. Ну что, до вечера? До вечера. Все-таки я думаю, что всем нам было бы хорошо, если бы этот Алексей Громов так же внезапно исчез. Буэнос диас, красотка. Как твой первый день? Первый. У меня такое ощущение, что я полгода без остановки работаю. Что? Завал? Да не то слово. Я все, Натах, не могу говорить, шеф идет. Все, перезвоню. Смотрю, у вас неплохо получается. Вот нашел еще папки, которые надо изучить. Надеюсь, не сильно загружаю в первый же день? Нет-нет, что вы, я все проанализирую и отсортирую. Спасибо. Пожалуйста. Лешенька, ты помнишь, что ты обещала отвезти меня сегодня в больницу? Я записана к кардиологу. А, нет, конечно, мама, не забыл. Не волнуйся. Профессор известный, опаздывать нельзя. Да я помню, конечно, уже собираюсь. Сейчас заеду за тобой. Ну, а как продвигаются дела? Нормально. Много документов, но в основном копии. Ага. Наверное, оригиналы в договорном отделе, в бухгалтерии. Видимо, мой отец хотел иметь все документы под рукой. Я тогда узнаю у них об оригиналах. Хорошо. Валь, мне надо отъехать. Закроешь офис тогда, ладно? Да, хорошо. Спасибо. Спасибо. Одеваемся. Я передам вашему лечащему врачу результаты УЗИ. Скорее всего, при нижнем предлежании вам предложат лечь на сохранение. В большинстве случаев подобное исправляется на более позднем сроке. К сожалению, у вас пока без изменений. А чем грозит низкое предлежание? Главная опасность – это угроза прерывания беременности. Любые физические перенапряжения либо психический стресс могут спровоцировать преждевременные роды. Я поняла вас. Спасибо. Прошу. Олеся. Здравствуй, Олеся. Здравствуйте. Мам, подожди меня минуточку в поле, ладно? Я быстро. Привет. Здравствуй, Леша. Привет. Ого. Кого ждешь? Сына. Очень рад за тебя. Ты простил меня? Давай не будем об этом. Пусть все, что было, останется в прошлом. Ты лучше скажи, ты счастлива? Раньше думала, что счастлива, сейчас уже не уверена. Ну, да это не важно. Даже если я совершила ошибку, жалеть я точно не буду. Ну, ты сделала свой выбор. К сожалению, назад уже ничего не вернуть. Прощай. Пока. Я уже не дождусь нашей свадьбы. Не хочу, чтобы ты никуда уходил. Чувствуются нотки собственницы. Да, я такая. На мальчишники я пойду. Все запланировано просто. Только никаких стриптизерш обещаешь? Клянусь. Только парни. Только парни. Местер Go мальчиш. Академий-квартизера снижения. Три-квартизера снижения. Три-квартизером. Номышно. Позра Luckily credit о планте. Привет, подруга! Ты мне так и не рассказала, как ты отработала. Ой, да я еле до дома доползла. Встала? Да не то слово. Первый день работы навалили выше крыши. Как тебе начальник? Ну, я не знаю, у меня не было времени рассматривать. Ну, вроде бы ничего такой. Симпатичный, интересный. Как же тебе повезло. Наташка, ты все про свое. Я, знаешь, прежде всего настроена вгрызаться в работу. Я отчаливаю, маман. Поэтому до утра меня можете не ждать. Да не поясничай. Скоро станешь отцом, а ведешь себя, как ребенок. Не омрачайте своими нотациями мои последние дни свободы, мадам. Оп, здрасте. Я перевел деньги на твой счет. Понимаю, что попросить меня ты не будешь. Гордость не позволит. Но не считай меня монстром. А кем тебя считать? Благодетелем? Да перестань ты кривляться, надоело. Так возрадуйтесь. Вы не будете меня лицезреть целых два дня. Короче, я на мальчишник, отрываться. А, кстати, братан, тебя я не беру. Прости. Там будут только самые близкие мне люди. Так что, адью. Леша, не бери в голову. Он все еще сердится. Даже не на тебя, а на своего отца. Я его понимаю. Может быть, бокалы вина? Нет, спасибо. Мне еще поработать надо. Димур, у нас же все готово. Давайте начинать. Ну, сейчас, Серега. Минут 10-15. Возьми Димона, сгоняйте в машину за дровами. Да, вам точно. Погнали. Сейчас. Алло, ну что, где вы? Где? Ага. Уже подъехали. Пс-с-с. Все. Привет. Это здесь вечеринка. Привет. Привет, девчонки. Да, девчонки здесь. Проходите. Саня, давай в палатку. Девчонки, в палатку. Пиво есть? Да, да, да. Все, молодец. Так. Ну, что? Сейчас, сейчас. Давайте, девочки. Быстрей, быстрей. Так, нужно. Все готово. Так, это есть. Пиво здесь. Все, супер. Все. Идут, идут, идут. Все, езжай. Киньте его туда, парень. Я не понял. Кто-то поезжать собрался? Да нет. Это я еще пиво заказал. Побоялся, что не хватит. Ясно. Ну что, Серега. Ну? От нас всех тебе три-четыре. Сюрприз! Что на тебя-то? Подожди, стоп, пацаны. Мы же договаривались. Без девчат. Да ладно тебе, Серег. Ну, какие это девчата. Это стриптизерши. Погнали. Девочки, работаем. Жека. У-у-у. У-у-у. Е-э. У-у-у. 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 У-у-у-у. У-у-у. 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 Доброе утро. Здрасьте, как же мы хорошо вчера посидели. Правда? О, да. Я надолго запомнил. Девчонки вчера не по-детски отжигали. Да, только жаль, рано уехали. Да. А мне черненькая понравилась, такая… Ой, пацаны, как же хорошо быть свободным, блин. В смысле? Ты что, передумал жениться, что ли? Да нет, не передумал. Понимаешь, нет такой опции. Ну, то есть, мне надо отрубить прям три года, от звонка до звонка. Ребята, а пивка дайте кто-нибудь. Ой, сорян, последнюю добил. Вчера все выжрали под ноль. А я говорил, сколько ни бери, все равно бежать придется. Говорил. Так, пацаны, ну давайте идите, окунитесь, освежитесь. Горяченькая на подходе минут двадцать. Ты шутишь? Или живой? Не знаю, а я пойду укунусь. Ну, мое дело предложить, ваше отказаться. Эта компания «Эквамебель» — крупный игрок на рынке мебели. Мы не можем их упускать. Первый раз они к нам обратились, когда Михаил Семенович был еще жив. Но мы так и не успели договориться, а он умер. Значит, они хотят с нами сотрудничать. Мы должны сделать все, чтобы с ними договориться. Нам нужна хорошая презентация. Сделаем. У меня на компьютере сохранилась старая версия, но информация в ней уже не актуальна. Пришлите мне ее на почту. И вы успеете обновить презентацию? Встреча уже в понедельник. Постараемся, время еще есть. Ах, там свадьба, воскресенье. Ну, ладно, что не придумаем. Не переживайте. Блин. Скотина, ты же обещал. А, вот и где. Я Котовым хочу помочь с приготовлениями к свадьбе. Не скучай. Свадьбы не будет. Что-что? Не понял, что случилось? Ну, давай, давай, рассказывай. Ничего не случилось. Просто я придумала выходить замуж. Все мужики коснул. Подожди, подожди. Дочка, для таких обвинений должны быть серьезные причины. На мальчишнике были стриптизерши. А, вот ты о чем. Но это же не измена. На мальчишнике очень часто приглашают стриптизерши. Да? Так и Сережа обещал мне, что их не будет. Подожди ты! КОНЕЦ 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 Фу, капец, башка болит. Угу. Не у тебя одного. Алло, Сереж, у нас проблема. Соня увидела видео с мальчишника и теперь не хочет выходить замуж. Валя, на тебя возлагается большая ответственность. Нужно подготовить презентацию к встрече с новыми клиентами. У тебя в риме было написано, что ты большой спец в этом. Спасибо. Да, я могу это сделать. А какую информацию для презентации нужно использовать? Ну, вообще, есть старая презентация. Ее просто нужно немножко обновить и сделать так, чтобы она выглядела солидно. Мы же не можем ударить грязь лицом перед новыми клиентами. Да, хорошо, я постараюсь сделать. Вот сейчас мы посмотрим старый вариант. Вот этот файл. А, да, вижу. Открываю. Пацаны. А? Кто слил видео в сеть, как мы вчера зависали с бабами? Я не знаю, я ничего не сливал. Я тоже ничего не сливал. Я еще раз спрашиваю, кто слил видео в сеть? Я не знаю. Сань. Да я... Ну, ты сволочь. Я еще раз спрашиваю. Ты точно не хочешь замуж? Это твое окончательное решение? Ты пожалеешь об этом. Мы сто раз с вами это обсуждали. Ну, сколько можно? Я перезвоню. Ты что такое? Вы для кого это устанавливаете? Для карликов, что ли? Ну-ка, поднимите повыше. Поднимите, поднимите. Ну, вот так вот нормально. Мам, да не занимайся ты ерундой. Свадьба отменяется. Все. Сережа, что значит отменяется? Сергей! Сергей, подожди! Подожди, объясни мне все! Пора заканчивать. Мы еще не все успели сделать. Ну, да. Я даже не знаю, успеем мы доделать презентацию до встречи с клиентами в понедельник. Я могу поработать в выходные. Да дело в том, что у меня завтра-послезавтра свадьба. Свадьба? Мой брат женится. Ну, я могла бы попробовать поработать одна, но есть вопросы, которые я самостоятельно не решу. Проблема в том, что я тоже только вникаю в управление производством и совершенно не умею пользоваться компьютерными программами. Не, ну, я учусь, но это все только на начальном этапе. Послушайте, а может быть, и у меня в доме доделать презентацию? Но я же не обязан весь вечер сидеть за свадебным столом. Вы считаете, стоит променять свадьбу близкого человека на работу? Я думаю, что клиенты поймут, если мы задержимся с презентацией. Тем более, у вас есть веская причина. Не поймут. В нашем деле такая конкуренция, что... Вы правда готовы пожертвовать своим личным временем в выходной? Да, я могу, конечно. Ну, тогда записывайте адрес. Я вообще уже не знаю, как их помирить. Соня никого не хочет слушать, Сергей заперся у себя в комнате. Я тоже пыталась с ним поговорить, но он меня игнорирует. Да. Что за шум? Что-то случилось? Сергей и Соня поссорились. А, ну ничего страшного, поссорились и помириться. Свадьбы не будет. Да. Соня узнала, что на мальчишнике были стриптизерши. Понятно. Пойдем мирить. Ну, а как мы их будем мирить? Сергей заперся в своей комнате и вообще не подает признаков жизни. Запасные ключи есть? Нет. Ладно, обойдемся без них. Сережа, Сережа, открой дверь. Нам надо с тобой поговорить, Сережа. Ну вот. Бесполезно. Отойдите в сторону. Может быть, Виктора Николаевича позвать? Нет, сейчас я еще раз попробую. Сережа. Надо поговорить. Вы что, нам сделать, чтобы вы с Соней помирились? А, ну ничего. Не хочется с нами выходить замуж, но пусть оплакивает свою несчастную судьбу. Да вы рано или поздно помиритесь. А свадебное торжество вам никто организовывать больше не будет. Да, кто-то должен быть мудрее первым пойти на примирение. Я не пойду. Пойдешь. Слушай, ты вообще не лезь. Сам пойдешь или тебя силой вытащить? Сам. Надо бы цветы заехать купить. Какие Соня любит? Хоризонтон. О, проходите. Хорошо, что приехали. Инга уже звонила, предупредила. Соня со мной разговаривать не будет. Ну, это мы посмотрим. Где комната, Соня? На втором этаже. Пойдем, покажу. Соня, я пришел тебе сказать, что ты самая прекрасная девушка, которую я знаю. Алексей, вы чего? Ты умная, красивая. Ты ответственная. Ты никогда никого не подводила и не подведешь. Соня, у тебя завтра свадьба и придет очень много гостей. Ты же не хочешь, чтобы они все расстроились от того, что ты не хочешь выходить замуж? Да я хочу выходить замуж, но Сережа… Он любит тебя. Он передал тебе цветы. А сам он, конечно, не смог приехать, да? Ну, пришел. Серега! Серега! Это тебе. Прости меня. Леша, спасибо. Я, честно говоря, в уже грешном делу подумал, что свадьбы не будет. Да не за что. Я пойду. А, я провожу. Так, давайте, быстренько несите все в беседку. Давайте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. А вы не подскажете, где я могу найти Алексея Михайловича? А вы со стороны Сони? Нет-нет, я с работы. А, ну хорошо, поднимайтесь на второй этаж. – Спасибо. – Пожалуйста. Ау! Есть кто живой? Ну, кто-нибудь в этом доме может помочь мне завязать этот чертов галстук? Я могу. Я папе всегда завязывала. – Здравствуй, Валя. – Здравствуйте. Помоги, пожалуйста. А то десять раз пытаюсь, никак не получается. – Да, конечно. – Пойдем ко мне в кабинет. – Вот и все. – Ну, в принципе, не сложно. Я запомнил. Ну, теперь я понимаю, для чего существует должность. Личный помощник-руководитель. – Нет. – И вовсе не для того, чтобы галстуки завязывать. Валь, сегодня сумбурный день, но нужно пороматывать. У меня будет выпадать минутка, я буду прибегать. Но если будут возникать какие-то вопросы, ты записывай и вместе все решим. Ладно? Хорошо. А где можно будет подключить ноутбук? Рядом со столом есть розетка внизу. – Ага. – Все папки с документами на столе. – Хорошо. Я разберусь. – Спасибо большое за помощь. – Пожалуйста. А что это за звук? – А, это канарейка Алиса. Живет в ванной комнате. – Ух ты. – Досталась по наследству. Ну, все, я пойду. – Угу. – А, да. Если захочешь поесть, попить, там внизу, на кухне, в холодильнике есть все. – Хорошо. – Лизь. Лизь, ты не забыла, что ты должна постирать мои рубашки? – Я помню. – Ну, может быть, ты сначала тогда их постираешь, а потом будешь смотреть эту ерунду? – Тебе бы тоже было полезно это посмотреть. – Зачем? Я рожать не собираюсь. – Это важно для нашего будущего малыша. Ты будешь знать, что происходит до родов, что происходит после родов, что происходит во время родов. – Костя, я вообще не понимаю, ты хочешь ребенка? – Хочу, конечно, хочу. Но я также хочу, чтобы мои рубашки были постираны. Я не понимаю, неужели так сложно это сделать? Или обязательно нужно дождаться, пока соберется гора грязного белья? – Как же я устала от твоих норовоучений. – И что ты предлагаешь? – Хорошо. Я пойду заброшу в стиралку твоей рубашки. – Спасибо. Дорогие друзья и близкие, от имени Сергея и Соня я рада приветствовать всех присутствующих здесь и поблагодарить за то, что вы собрались разделить этот радостный день вместе с нашей парой. Сергей и Соня испытывают любовь и уважение ко всем, кто здесь присутствует, и очень рады видеть вас на своем торжестве. Заключение брака – это ответственный и личный выбор для каждого. Среди сотен тысяч людей, которых мы встречаем в нашей жизни каждый день, есть абсолютно особенные люди. Эти люди – наши вторые половинки. Именно в них мы нуждаемся каждый день. Именно с ними мы хотим проводить свое свободное время. Именно их мы хотим любить вечно. Готовы ли вы дать свое согласие? в любви и верности. Прошу ответить вас, Сергей. Да? Ваш ответ, Соня. Да. Сергей и Соня, обменявшись согласием, вы объявили о своем серьезном намерении прожить вместе долгие годы, которые подарила вас судьба. Прошу вас обменять их кольцами в знак вашей вечной любви. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. головой поздравьте друг друга. Ура! 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 Ай, юбиленький. Может, хочешь спать? Что? Может, хочешь спать? Милая, спать больше сегодня. Можно я отдохну, пожалуйста? Ага. Соня! Я хочу. Да. А ты не видела Алексея? А он, кажется, к себе пошел. Сказал, ему поработать надо. Какая работа? Свадьба же! Свадьба же. Вот, хорошая фотография. Вот эта? Да, можно оставить. Алексей! Ему нехорошо уходить. Свадьба еще не закончилась. А потом ты брат жениха. Должен быть на торжестве до последнего. Оля, я не успеваю. Много работы. Нет, нет, нет. Отказ не принимается. Я жду тебя внизу. Валя, ну мы уже почти закончили. Может, правда спустимся, что-нибудь перепустим? Да нет, что вы. Я не хочу. Ну ладно, я тогда чуть позже сам схожу. Возьму что-нибудь на свой вкус. А то еще в голодную обморок упадешь. Скажешь потом, что у тебя начальник тиран. Ну, вот так. Да? Так, хорошо. Следующий, да? Помоги, пожалуйста, повесить мне белье. А ты сама не можешь? Мне нельзя таскать тяжелое и высоко поднимать руки. Да все, какие-то предрассудки. Ты насморялась глупых передач? Ну, давай помогу. Леся! Лесь, подойди, пожалуйста. Это что такое? Итак, ты постирала мою рубашку, ее же выкинуть нужно. Ну, это, наверное, твои боксеры. Да? Ты положила мои черные боксеры с рубашками стирать? Ты дура, что ли? Я не понимаю. Не разговаривай так со мной. Нет, ну ты просто, я не знаю, идиотка. Выкини все это в мусорку. СМЕХ 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 А, братик мой пришел, дорогой мой, как я тебе рад. Слушай, а ты, может, и не родственник мне вовсе? Не думал об этом? Давай не будем сейчас выяснять это наше слово. Почему будем? Потому что у меня сегодня праздник. Я имею на это полное право. Ты не думаешь сдать тест ДНК? А? Тебе надо, ты и делай. Нет, я сделаю. Слушай, я сделаю. А что? Ты такой счастливый. Меня это очень бесит. Засунул руки по локоть в отцовские деньги. И счастлив он. Классно тебе. После теста мы поймем, кто достойный отцовского наследства, а кто нет. Так, Сережа, что за чепуха? Какой тест? Это решение Михаилович. Да это его решение, мам. Я знаю, я в курсе, что? Это его решение? Почему он так решил? Объясни мне. Забери его. Куда ты пошел? Мы не договорили. Завтра поговорим. Сейчас не время и не место разговаривать. Сережа, забери его. Уведи его. Уведи. Идем к танцу, да? Да хорош меня трогать. Я не понял. Ты куда собралась? Я ухожу от тебя. Хочешь меня выставить монстром в глазах родителей? Я ничего им не расскажу про себя. Ты думаешь, твои родители такие глупые, наивные, ничего не догадаются? Ты никуда не пойдешь. Ты ничего не решать. Я устала. Мне нужна нормальная обстановка. А с тобой, что надо быть каким-то нервным параноиком. Что такое? Малыш все чувствует. Слушай, давай ты выпьешь таблетки и успокоишь. Да не помогают мне никакие таблетки. Или, быть может, ты предлагаешь мне горстями пить? Костя, да все. Я ухожу от тебя. Ну, это мы еще посмотрим. Костя, открой дверь! Костя, открой дверь! Костя, открой дверь! Открой, пожалуйста! Открой, пожалуйста! Костя! Давай ты сейчас успокоишься, выпьешь таблетку, и мы потом поговорим, хорошо? Выпей таблетки и успокойся! Мне нужно болеть, мне плохо, пожалуйста! Костя! 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 Субтитры создавал DimaTorzok